Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». Сегодня мы решили раздвинуть рамки, увеличить свои возможности и поговорить не только о психологии, точнее говоря не о психологии, но при этом оставили принцип экспертности. Наш гость сегодня врач-невролог, мануальный терапевт, специалист в области диагностики и лечения неспецифических болевых синдромов. Самигулин Булат Рашидович. Здравствуйте, Булат Рашидович. Здравствуйте, Наталья. Наверное, надо начать с того момента, что мы сегодня с вами говорим о боли и будем говорить о боли. И человек с болью сталкивается как с психологической точки зрения, когда мы говорим о душевной боли, так и с физиологической точки зрения, когда мы говорим о физической боли. Вот мы сегодня будем говорить о физической боли. И я обращаю внимание наших зрителей, что в силу своей работы, в силу своей специальности Булат очень много знает об этой нашей части. И это такая штука, которая сопровождает нас всю жизнь. Ну, очень многих людей. Большой отрезок жизни, которая ухудшает качество жизни, которая портит характер, которая меняет настроение, которая изводит, да. И, наверное, она, как часть нашей жизни, стоит отдельного обсуждения и возможности как-то с ней работать, как-то, да, чтобы мы вот об этом узнали. Вам слово, доктор. Спасибо вам большое. Действительно, можно, скажем так, делать некую такую, в кавычках, расчленку боли с точки зрения причины психоэмоциональные, физические. Это исходя из того, каков механизм формирования, какие причины легли в основу развития болевого синдрома. Но, к счастью, сейчас начинает преобладать так называемый биопсихосоциальный подход, когда ту или иную патологию либо отклонение рассматривают именно не строго в рамках сбоя какой-то одной только анатомической системы или какой-то только одной системы функции, а рассматривают всегда в контексте, с учетом проблем конкретной структуры, из которых тело состоит, кости, мышцы, связки, с учетом функций, которые выполняет та или иная, тот или иной органы системы, с учетом факторов среды, в которой человек находится, семья, окружение, работа, его социальная активность и вовлеченность, и, естественно, психоэмоциональное его состояние, которое характеризует такое явление, как активность человека. И при любой проблеме из любых из этих аспектов может появляться болевой синдром. Вот вы начали просто говорить, душевная боль, физическая, так или иначе, это всегда боль. И в какой-то момент, особенно когда пациент уже ведешь с хроническим болевым синдромом, хронический болевой синдром – это боль, которая длится 12 и более недель, то есть 4 и более, 3 и более месяца, извините, 12 недель. Там уже работают специалисты разных как раз областей. И психоэмоциональная коррекция, при необходимости подключаются врач-психиатр, и непосредственно специалисты, так называемые группы соматической патологии, СОМО – это тело, непосредственно хирурги, ортопеды, травматологи, неврологи, то есть очень комплексно мы подходим. Это с одной стороны. С другой стороны, в контексте терапии этой боли действительно необходимо вычленять, попытаться вычленять так называемую органическую патологию или соматическую патологию. Что это такое? Это когда мы непосредственно можем обнаруживать какие-то дефекты в целостности структуры тканей. Для этого мы делаем какую-то визуализацию, рентген, МРТ, КТ и так далее. Либо мы оцениваем функциональное состояние какого-то органа, какого-то органа либо системы. Для этого мы сдаем лабораторные анализы, функциональные методы исследования. И если мы там что-то находим, мы в первую очередь лечим, скажем так, эти отклонения. Пытаемся это все реконструировать, разобраться уже в причинах именно вот в болезни. Первое, с чем я столкнулся, начав свою практику как врач-невровок на амбулаторном приеме, это масса-масса пациентов, которые приходят с жалобами на боль. Болит голова, болит шея, болит спина, рука, нога, хвост, как говорится. Люди с этими жалобами приходят к невровокам. Это не совсем корректно, так быть не должно. Но так вот факты реальности, в которой мы находимся. Врач-невровок, он, в общем-то, не является представителем той специальности, которая бы по-хорошему ввела амбулаторно людей именно с болевыми синдромами. Так случилось. Мы сейчас говорим про амбулаторные приемы. Я поняла. То есть мы сейчас говорим про те болевые синдромы, которые как раз называются не специфические скелетно-мышечные боли, а они раньше назывались в какой-то степени радикулит, стеохондроз. Наверное, очень известные такие фразы. Потом они начали называться миофасциальными болями. Сейчас они могут называться еще как-нибудь там по-своему. И таких людей, как правило, множество, которые приходят на амбулаторный прием. И попытка лечить их только с позиции коррекции условно тела не всегда дает эффекта. Это я как раз возвращаюсь к вашему введению о том, что есть душевная боль и физическая. Зачастую это примерно одно и то же. И душевная боль, она может, ну как психоэмоциональная дисфункция, которая вызывает некое ощущение дискомфортное очень, которое мы можем характеризовать как душевная боль, она почти всегда будет проявляться, в том числе и соматически. Вы говорите, что вот этот алгоритм не всегда правильный, когда идут к неврологу. К кому тогда идти сегодня? Есть факторы риска, такие как жизнь в крупных городах. В России сумасшедший объем урбанизации, очень высокий. Эти люди, будучи в городах с относительно доступными ценами на коммунальные услуги, относительно доступности личного транспорта и плотностью застройки, мало двигаются, ну банально просто мало двигаются. Вот это ключевые факторы риска, которые приводят к тому, что возникает высокая вероятность развития вот таких вот болевых синдромов, с которыми вот ты обращаешься условно к неврологу, он говорит, ну у вас все более-менее, максимум там плавайте, или давайте у вас остеохондроз, там давайте какие-то такие-таки лекарства, плавайте, зарядки. Если вы обращаетесь к терапевту, он вам дает группу противовоспалительных препаратов. Если вы обращаетесь к хирургу, он делает рентген, говорит, ну пока еще ничего так, слегка артроз. Глядишь там, чуть позже придешь, прооперируем, но пока ничего, иди занимайся. Пусть зреет, называется, да? Пусть зреет, да, все верно. Там обращаешься к ревматологу, он назначает определенные анализы, как право крови, с точки зрения выявления специфических маркеров группа алтимонопатологии. И вот это как раз те болевые синдромы, с которыми обращаются в амбулаторной практике к неврологу. На ваш вопрос, к кому им надо идти, он вот такой прямой, боюсь, что на сегодняшний день я четкого ответа дать не могу. Сейчас поясню. Я бы пошел следующим путем. Все-таки для начала обратиться к тому терапевту, у которого вы, как правило, наблюдаетесь. Я очень хочу, чтобы наши зрители, в общем-то, всегда закреплялись с каким-то одним доктором, который в целом их длительное время ведет. Как правило, это терапевты, обычно. И вот к этому терапевту прийти и проговорить про эту боль. Терапевт должен, по сути, дальше вывести некий алгоритм действий, суть которых в том, чтобы как диагноз исключения исключить грозные состояния. Мало ли, может, у вас небольшая боль в плече, это дебют, манифестация, там, меококлеточный рак легкого верхушки, да, условно, и так далее. То есть там может быть разные причины. То есть сначала они... Да. Сначала исключают самые тяжелые патологи. Ну, конечно, да. Там онкомаркеры, вот, обследование какое-то такое, да? Например, да. То есть терапевт должен провести базовый осмотр первичный, физикальный осмотр, скрининговые какие-то лабораторные исследования, кровь, моча, ваши биоматериалы определенные. При необходимости он назначает уже более специализированные методы исследования. И уже он дальше, в случае выявления отклонений, маршрутизирует вас к более узкому специалисту. Но, ну, как бы это в идеальном мире. Как в реальности происходит? Ну, как бы по-всякому могу так сказать. А знаете, как в реальности происходит? У человека начинает что-то болеть. Сначала идут в ход таблетки. Сначала идет в аптеку. Если не помогает день, два, три, залезает в интернет. Ну, если это более-менее. Звонит там маме, соседям, в чат для мамаш. Да, в интернет это вообще святое дело. Потом, если это не помогает, идут уже дальше. Разветвление идет. Кто-то идет к адалкам, кто-то идет к остеопатам, про которых мы еще говорим. Кто-то идет к знакомым и так далее, да? То есть получается, что, в принципе, у нас в головах у людей нет четкого алгоритма, куда идти людей. Куда идти, куда бежать, да? Кому пожаловаться, куда спасаться. Мое мнение, что просто система, которая появилась в нашей стране, имеет место быть, она дала возможности людям вот к такому поведению. Например, там отпуск, в общем-то, огромного количества лекарств без рецепта. Если бы такого не было, то, конечно, за рецептом надо прийти к врачу. Вот уже вынуждение было бы, да, прийти к врачу. Второе, наверное, объем нагрузки, интенсивность работы, сумасшедший, просто чудовищный объем бумажной работы, которую, к сожалению, на сегодняшний день вынужден вести врач-терапевт, участковый, например, к которому, ну, вроде как, вы должны прийти, он, ну, немножко, скажем, или множко, ладно уж, снижает ожидаемое качество от первичного осмотра, от диагностики, которую он мог бы дать, если бы он не был так сильно загружен вот этими всеми бумажными документами. Вы не представляете, какой огромный объем документации заполняет на сегодняшний день врач-терапевт участковый. Там времени очень мало выделяется на пациента. Я как раз представляю, я бываю иногда у терапевта, я вижу, сколько времени ее глаза устремлены на меня. А сколько времени в компьютер? Вот это вот вторая, как бы, ошибка системная, да? И третья, наверное, системная ошибка, она, как следствие первых двух, некая потеря того диалога, который должен возникать между, ну, условно назовем, обывателями или, там, ну, обществом и докторами. Вот этот диалог, он, с моей точки зрения, если я не прав, вы меня поправьте, он не то чтобы оборвался, но претерпел какие-то очень коренные изменения. Вот этот диалог, он очень важен. То некое, ну, по-хорошему, таинство, на самом деле, которое возникает во время первичного осмотра, первичного приема доктора, который максимально развернулся, слушает пациента, пытается разобраться. И того же пациента, который пришел, раскрывается, и все свои жалобы, проблемы рассказывает. И оба этих субъекта устремлены к тому, чтобы решить проблему, да, прийти к какому-то результату, который для них будет приемлем. Вот такой диалог, к сожалению, практически исчезает. Я еще раз подчеркиваю, что первичный прием у доктора – это все-таки таинство. Это не какой-то некий набор алгоритмов и стандартов действий, поведения, отчетности, документации, формуляров, которые условно, как некий делопроизводитель. Я нормально отношусь к делопроизводителям, но когда доктора превращают в человека, который заполняет формуляры, ну, о каком таинстве может идти речь, понимаете? Ну, и вообще, когда все на конвейер поставлено. И вот из-за этих вот причин, конечно, вопрос маршрутизации, вопрос доверия, вопрос открытости, он сильно страдает. И, в общем-то, на сегодняшний день я не могу сказать, что проблема медицины заключается в том, что там нет специалистов хороших. Но сейчас у докторов нет условий совершать таинство, а у пациентов нет желания участвовать в этом. И вот это, на мой взгляд, самая колоссальная проблема. И уже от нее вытекает все остальное. Потому что когда человек не развернут, и он не хочет услышать, а другой человек не хочет говорить, и не развернут, или у него нет времени, то там уже просто вопрос времени, какой именно технический скандал будет происходить или непонимание. И это вот как раз приводит к тому, что люди идут в аптеку, люди идут к каким-то представителям парамедицины, представителям альтернативной медицины, потому что у них нет очень жестких регламентов, и там возникает хоть какой-то контакт, будь то психоэмоциональный. Но по-хорошему это должно быть, вот именно как я сказал, адекватный осмотр врача первичного аблаторного звена, это терапевт, исключение группы серьезных заболеваний, при необходимости дообследования уже у врачей узких специальностей. Огромная просьба, не делайте сами себе назначений. Вот прям очень вас прошу. Дело в том, что, во-первых, вы их не будете корректно интерпретировать, очевидно, и, во-вторых, у вас вряд ли будет понимание, какой именно тип обследования вам надо сделать. Вот даже на примере, там, болит шея, сделаю я МРТ шеи. Ну, во-первых, нет понятия просто МРТ шеи, или там у меня болит голова, я сделаю МРТ головы. Надо четко понимать, какие типы срезов должны проводиться, а что конкретно мы ищем. Потому что, как я уже говорил, голова здесь темная, да, исследование не подлежит, но это шутка. И без вот такого резкого сужения диагностического поиска, даже в рамках одного инструментального метода исследования, вы ставите и рентгенового немножко в тупик. Не очень понятно, как это потом интерпретировать. И самое главное, в чем целесообразность данного исследования в контексте ваших клинических жалоб. Вот это сплошь и рядом. Ко мне приходят пациенты, там вот такая кипа дисков, исследования и так далее. И за ними даже пациента иногда не видно. И ты так все это убираешь, говоришь, я вас понял, вы хорошо, вы прям обследовались. Вы подготовились. Да, а в чем проблема-то у вас? Они говорят, а как, вы не будете смотреть? Я говорю, да буду, конечно, но я на самом деле вас услышу. Я говорю, хочу. Что вас беспокоит? А они вот что-то думают, что вот они сейчас все эти обследования сделают, получат какой-то очевидный результат, и все вот на свои места встанет. Все-таки, когда мы принимаем решение, как помочь себе в состоянии с болью, надо менять свой неправильный паттерн поведения, привычный, но неправильный. И искать людей, да, это действительно так. На первом слое, как правило, хороших специалистов нет. Это нужно и знакомых опросить, и отзывы почитать. И действительно посмотреть интернет, а кто у нас в городе работает, какие клиники у нас работают. Но пока получается, что ситуация складывается именно так. Вот не приложив усилий, не получишь того результата, на который ты рассчитываешь. Так? Абсолютно верно. Вот вы проговорили про, в общем-то, стратегию поведения человека при появлении волевого синдрома. Ну, с моей точки зрения, это частный случай стратегии поведения человека при появлении проблемы вообще. Ну, это опять-таки частный случай того, что народ а, инфантилен, б, мистическое мышление, колоссальная проблема, а в, низкий кредит доверия врачам. Вот эти три ключевые проблемы, они как раз являются основной причиной. Инфантильность или боязнь брать ответственность, опять это все следствие уже идет, оно приводит к тому, что когда человек сталкивается с болью, у него возникает страх, естественно. И уже вот этот страх, он диктует ту некорректную, нерациональную стратегию поведения, которую человек начинает нам показывать. Да, кто-то, особенно мужчины это касается, они просто говорят, ой, все пройдет, там, жена отстань, или там, мать отстань, если это, да, по-моложе мужчина. Я отлежусь, все пройдет. Они, мужчины, вообще делают вид, что они, видимо, в какой-то день просто умрут мгновенно и здоровыми. Нет, дорогие мужчины, такого не будет. Смерть мучительна, ничего хорошего в ней нет, и она, как правило, не является внезапной. Риск внезапной сердечной смерти крайне низкий. Или смерти во сне. Как правило, люди умирают в страданиях и мучениях. Ну, просто почему-то все делают вид, что этого нет. И, как правило, к этой смерти приводят ваш образ жизни, особенности генетики, качество медицины в том числе, но преимущественно это образ жизни. То есть питание, физическая активность, психоэмоциональное состояние. Если, условно, ты там в 30-40 не пытаешься разобраться с этими базовыми явлениями, ну, как бы, с очень низкой вероятностью ты доживешь там, условно, до 70+, с возможностью завести там третью-четвертую жену и так далее. То есть, ну, как бы чудес же не бывает в жизни. А вот именно вот эта тяга к мистическому мышлению, к перекладыванию ответственности за свою жизнь, я считаю, что свое здоровье – это, в принципе, частный случай своей жизни, да, это же и финансовое здоровье, физическое здоровье, психоэмоциональное здоровье. Это вообще глобальный контакт собственным телом. Да, абсолютно верно. И для меня очень важно, чтобы люди, когда приходят ко мне, мы проводим первичный прием. Суть первичного приема как раз такова, что я работаю как диагноз исключения, то есть я максимально исключаю какую-то группу более серьезных заболеваний, убеждаюсь, что эта боль как раз неспецифическая, скелетно-мышечная. И дальше уже начинаем терапию. И вот здесь с пациентом происходит второе после таинства первичного приема. Второе явление, когда он вдруг понимает, что ему не предлагают пилюлю, которая чудесным образом все снимет. За которую он, собственно, пришел изначально. Да. Ему не предлагают какую-то сложную операцию, которая бы тоже чудесным образом все исцелила. А ему вдруг говорят, ну вот смотри, товарищ, вот у тебя вот так вот так вот так проблема, есть примерно вот такие механизмы, которые привели к этому, и у тебя есть вот такой-такой-такой алгоритм действия в виде упражнений, в виде коррекции образа жизни в контексте гигиены питания, гигиены сна. И постепенно пошел как раз этот набор рекомендаций, и он вдруг осознает, что мне так и говорят некоторые вслух, а это мне что, самому надо все делать? Мы разобрались, мы как диагноз исключения все исключили. В определенных тестах я ему максимально подтвердил, показал. И дальше он удивляется тому, что ему надо что-то сделать, чтобы его проблема прошла. Вот это очень сложно с этим работать. И мне приходится взаимодействовать с психотерапевтами или с клиническими психологами, которые начинают, скажем так, повышать у них веру в себя, там работать над над... Ну это прям вообще про отсутствие ответственности. Невозможность ответственности за себя, за свою жизнь взять на себя. Да. Но при этом тоже, дорогие телезрители, могу сказать, что развитие навыка ответственности за свои действия, поступки слова, и вот этот навык, это же навык, он тренируется на самом деле. Вы должны понимать, что он тренируется. И самый простой вариант его начать тренировать, начать с тренировки своего тела. Потому что это самое доступное. Это то, что у вас всегда под вашей рукой, ваше же тело. И как только вы начнете что-то делать, пускай по чуть-чуть, два раза в день десять повторений одного упражнения, два раза в день десять повторений, это меньше двух минут в день занимает. Две минуты в день. И они, когда начинают это делать, у них возникает третий какой-то такой элемент. И они вдруг понимают, что это просто, это совершенно не сложно, что им для этого не требуется, не знаю, тратить денег, отстаивать очередь, что-то еще. Они начинают приобретать уверенность, потому что у них появляется навык коррекции боли, с которой они были, применяя больмодифицирующие упражнения или симптоммодифицирующие действия. Это вселяет уверенность человека. Он перестает бояться. И вот из этого дальше появляется определенный психоэмоциональный резерв, который вселяет человека, повышает его мотивацию. Самые большие проблемы, к которым мы сталкиваемся, пациент не понимает, куда идти. И, в общем-то, я проговорил, почему данная ситуация возникла. И еще вы сказали читать рекомендации, уточнять у друзей, то есть в контексте как выбрать специалиста, к которым идти. Сарафанное радио в этом плане все-таки достаточно надежное пока. И причем сарафанное радио не просто от пользователей, скажем, пациентов, а от врачей. То есть ты ищешь врачей через врачей. Абсолютно правильно. Вот я как раз тоже хотел сказать. А еще надежнее ходить к тем врачам, к которым ходят сами врачи. Идеально. Вот как раз два ваших последних пункта есть и были бы мои советы. Я бы вам рекомендовал найти, ну тут уж, как говорится, как-нибудь напрячься, найти одного хотя бы хорошего доктора и уже дальше через него находить новых врачей. Врачебное сообщество, оно очень закрытое. Мы совершенно, совершенно не любим, когда к нам лезут. И попытки нас а, стандартизировать, б, как-то отпрепарировать, неважно кто, представители СМИ, представители каких-то ассоциаций, они вряд ли приведут к адекватному диалогу. Потому что в контексте потери того диалога, то, что я говорил, на самом деле мы точку невозврата прошли. И на сегодняшний день доктора, они вряд ли им будут готовы, прям вот разбежался, уповал, уладжался и так далее. И наше сообщество, мы почти никогда не будем вам говорить, что мы думаем. Поэтому надо дружить с докторами. Надо уметь с ними дружить. И это нормально, я считаю. Потому что от этих людей на самом деле в конечном счете какие бы иллюзии у людей не было, в итоге зависит ваша жизнь. Доктора – это те люди, которые встречают вас при рождении. И, скорее всего, это те люди, последние, кого вы увидите, когда будете умирать. Почему-то люди делают вид, что этого нет. Почему-то люди живут, как будто они бессмертны. Почему-то они резко удивляются, когда получают инсульт. Мне все время удивительно наблюдать пациентов. Это примерно возрастная категория 47-55 лет, которых похоронили родители. То есть это примерно тот возрастной период. Которые похоронили родители. Своих родителей. Ну, это их родители примерно 70-80 в этом возрастном промежутке. И они, дожив до 45-50 лет, вдруг только понимают, похоронив своих там, папу, маму, что я не смертный. И что, оказывается, надо там и за здоровьем своим следить. И так далее. И что он, оказывается, кучу болячек накопил. Хотя вроде бы он не идет. Там у него высшее образование какое-то есть. Экзистенциальный опыт открывает совершенно новые какие-то понимания. но очень больно, что для этого надо похоронить там кого-то. Но вот пациент, который условно похоронил там отца маму, и пациент, который этого не сделал, это два совершенно равных пациента. и вот мне бы хотелось, чтобы не доводилось до этого, чтобы люди раньше могли все делать. Мне бы очень хотелось, чтобы пациенты, ну, еще раз, чудес жизни не бывает. И никакой волшебной таблетки не существует. Да, никакой волшебной таблетки нет. Если надо вылечиться, если есть желание вылечиться, надо этим заниматься, нужно прикладывать усилия. Начала чаще появляться такая фраза, как хронические боли с вторичной выгодой. Да, это со стороны больше психиатрии, скажем так. Ну, или психосоматики. Да, это когда у человека генерируются симптомы в виде боли, могут быть там тошноты, рвоты, разной степени симптомов. Неосознанно, на самом деле, да, как правило, подсознательно. И человек реально испытывает эту боль, но это наличие данной боли, оно позволяет ему получать некую выгоду. Да, там, не знаю, вдруг заболела, когда шеф хотел дать дополнительное задание. Ну да, не хотим идти на совещание, или там нам надо в отпуск, они можем сказать, мы идем на больничный, не хотим идти в гости, у нас ломается нога по дороге. Да, да, прямо ломается, это, конечно, сложнее. Так вот уже бывает. Да, да, да. Вот, и поэтому, как должно было бы быть в идеальном мире, я проговорю, при автоисключении узкие специалисты при наличии исключения уже пациенты введут как неспецифическую боль. Если это неспецифическая боль, подключается специалист, если это хроническая, больше, чем 12 недель, обязательно психиатр, либо клинический психолог, по рекомендации, подключается обязательно двигательная терапия. И в данном случае двигательная терапия, она направлена не на то, чтобы конкретную мышцу прокачать. Ну нет, конечно, она больше направлена к тому, что во время движений, особенно специфических движений, могут происходить интересные изменения в работе структуры нервной системы, коры головного мозга, которые дают андрогетический эффект, обезболивающий эффект. Вообще от движения очень много типов эффектов идет, потому что движение – это неотъемлемое свойство и признак здоровья. Движение, должное как по качеству, так и по объему. Вот у нас народ к фразе «здоровье» что подразумевает? Давление нормальное, что было, сахар померить можно в крови, что там еще они делают на уровне обладателя? Желудок не болит. Желудок не болит, холестерин невысокий, глазки вроде нормально смотрят, аппетит хороший. Глаза. Да, глаза, то есть они цепляются именно к этим вещам. И это неплохо. Но железобетонное четкое понимание, что объем и качество двигательной активности должно быть вот этим признаком здоровья, нет, не как у врачей до конца, не так и у обывателей. Появилась так робко фраза «девять тысяч, десять тысяч шагов в день». Да, вот эта фраза как-то… Но вообще это надо дальше детализировать, дальше улучшать. Потому что когда человек мало двигается или плохо двигается по качеству движений, у него как раз появляется фактор риска повышения давления, повышения массы тела, холестерин растет и так далее. Нормализуя человеку адекватно для его возраста, с учетом его анатомических особенностей, с учетом его пола, двигательная активность, у него будет нормализовываться. И давление, да, и сахар, и холестерин будет снижаться и так далее. И это очевидно. Иногда пациентов пугает простота. Есть такая фраза, что типа там «гора родила мышь». Да, вот есть такая, по-моему, фраза. И вот им кажется, что там огромный центр, куча исследований сделали, там что-то и томографы, люди же не понимают, что там где-то вау, вау, там что-то звуки, шумы, куча врачей в халатах, что-то умные говорят, ну просто вообще шоу. И в конце им говорят «ходи». И он типа «смысл…» Вот она мышь. В смысле? Тут такая гора, тут у вас что-то столько обследовано, столько всего. Я за что деньги заплатил? Я за что вам деньги заплатил? Вы, может, хоть прооперируйте меня, что-то в конце-то концов. Чего ж вы как этот «ходи, что заходи, что-то издеваетесь просто». Но в конце концов, понимаете, нельзя человека вечно оперировать. Нельзя человека вечно вести на таблетках. Нельзя человеку вечно ходить на психотерапевту. В итоге любая патология, ну кроме экстренной, наверное, групп там орфанных заболеваний, генетических и онкологических, будет упираться в три составляющие. Вашу движительную активность, в то, как вы питаетесь. Хотела бы обратить внимание на то, что большинство вот сейчас, вот это шаги. И все вот только на шагах зациклено. Хотя на самом деле речь идет ведь не только о количестве шагов, а еще о живости и подвижности суставов. Да, объеме качества движения. А подъеме и качество движения твоей шеи, твоего позвоночника в ту сторону, в эту сторону. Насколько высоко ты руки можешь поднять. То есть то, что мы иногда делаем, иногда, когда попадаем к хорошему врачу, и он смотрит нашу активность, да, вот это мы сами должны контролировать каждый день. Каждый день буквально. Я бы здесь сказал, что в медицине, вот прям в медицине, в общем-то много именно клинических стандартов. И именно наличие клинических протоколов, клинических стандартов формирует, ну, скажем так, концепцию, методологию подхода диагностического поиска и так далее. На сегодняшний день нет какого-то одного единого. Есть так называемая оценка ходьбы по разным шкалам. Например, в контексте оценки реабилитационного потенциала или особенностей развития симптомов прогнозирования у постинсультных пациентов. Есть оценка особенностей движения ходьбы группы пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Есть оценки у пациентов после тотального депротезирования тазобедренного сустава. Вот, но они в контексте. А именно особенности, как надо там условно, да, в кавычках, какой должен быть визуальный паттерн, то есть рисунок того, как ваши конечности перемещаются у здорового человека. Ну, давайте так, у человека без жалов, потому что здоровых нет. Но в медицине вы вряд ли это найдете. Это надо больше обращаться, наверное, мне кажется, к физкультурникам, к тренерам и к тем, кто больше изучает физиологию движений. Вот они, наверное, смогут. Но эти люди не проводят первично амбулаторные приемы пациентов. И, как правило, эти люди не допущены к пропаганде ЗОЖ, к некому комплексу мероприятий в контексте укрепления, там, чего там у нас, отказ от сигареты, профилактика табака, курений, масса тела, спорт, о, спорт и мир, да вот это все. И, может быть, если как-то их допустят к вот этим вещам, и врачам первичного амбулаторного звена массово начнут давать информацию вот о том, как надо ходить и двигаться, я думаю, все может быть решаемо. Появилась профессия, тоже некое такое, ну, в кавычках, скрещивание, соединение представителей физкультуры, представителей медицины. Речь идет о такой специальности, как физический терапевт. Именно не физиотерапевт, а именно физический терапевт. Это высшее образование, получается оно следующим путем. Четырехлетний боковый ряд по специальности физкультура или адаптивная физкультура, или среднее медицинское образование, а затем профессиональная переподготовка на базе кафедры медицинской реабилитации. То есть, по сути, из тренера или из условно медбрата и медсестры делают вот такого физического терапевта. Но, по сути, пока это только-только все началось, только-только зарождается. У нас нет массово пока центров физической терапии, назовем их так. Но именно вот эти специалисты, в конечном счете, будут на местах работать над тем, чтобы объем и качество двигательной активности становился корректным, правильным, чтобы люди могли как раз двигаться. В чем ошибка выражения состояния, соответствующего возрасту? Ну, вот, допустим, я пришла к врачу. Да, мне говорят, ну, у вас, в принципе, все неплохо, все, соответственно, вот... А у меня все внутри восстает, когда мне так говорят. И правильно делают. Мне эта фраза абсолютно не нравится, потому что я более чем уверен, что восстановить и нормализовать толерантность к физическим нагрузкам, к химическим и к психоэмоциональным в соответствии с индивидуальными ежедневными уровнями нагрузки можно сделать у пациента в любом возрасте. Правильно ли я вас понимаю, что, когда мы говорим о боли, мы говорим, в принципе, еще о том, что ее, в принципе, терпеть нельзя? Вот я где-то когда-то слышала, что, например, головную боль вообще терпеть нельзя. И это тот компонент, с которым нужно прямо вот работать. Ну, вот это как бы ближе уже к резюме. Ну, смотрите, здесь, наверное, речь идет, опять-таки, о низкоинтенсивном или среднеинтенсивном болевом синдроме, который не должен переходить в хроническую. Действительно, если вы терпите боль, а, значит, вы не делаете какие-то действия против этой боли, соответственно, это либо ваши некорректные стратегии, либо, если вы пытаетесь делать, не можете получить результат, нельзя терпеть боль, подразумевает, нельзя делать так, чтобы она затягивалась. Потому что, когда возникает так называемая хронизация болевого синдрома, то есть 12 и более недель, 3 месяца и более, то ваша боль будет называться именно хроническая боль. Хроническая боль подразумевает всегда нарушение работы систем противоболевых в головном мозге, и это потребует психоэмоциональных изменений иногда группы препаратов центрального действия и привлечения врача-психиатра. Более того, пациенты с хронической болью, их основным куратором становится врач-психиатр, а не врач-соматика, скажем так. Ну и третий вариант, наверное, когда боль сильная, и она вот долго идет, ее не надо терпеть, ну, потому что там что-то серьезное может быть, может, у вас аневризма там, да, компрессия какая-то происходит. Вот, или, возможно, у вас сильная головная боль, потому что это первое проявление, там, ОНМК, так называемое, ну, острое нарушение мозгового кровообращения в контексте общих мозговых симптомов, это выраженная головная боль. Или, там, кровоизлияние какое-то. Когда боль сильная, однозначно никаких терпеть. Скорую и вперед. Мы говорим, и это очень важно понимать, все это время мы говорили исключительно о неспецифической скелетно-мышечной боли. Не острый, скажем так. Да, не острый. Но постоянно существующий, преследующий, навязчивый. Не проходящий, не в том положении. Я так сесть не могу, я сюда не могу повернуть. То есть всегда это связано с ограничением, что я что-то не могу делать из того, что я раньше мог себе позволить. И вот если это ограничение происходит, мы ищем врача, приходим в какую-то клинику, типа вашей, и человек получает за те же деньги, как мы говорили, которые он использует на таблетке, МРТ самостоятельное и еще что-то, получает в одном месте квалифицированную не просто помощь, а диагностику полную, да, очень длительную, насколько я понимаю, с полтора часа идет прием. Да, прием полтора часа. И плюс еще, как вы это называете, маршрутная карта, да? Да, маршрутная карта. Для того, что нужно сделать, для того, что самостоятельно сделать. Абсолютно верно. Для того, чтобы избавиться вот от этого симптома. По-моему, ну как бы для человека, который может на себя ответственность принимать за свою жизнь, звучит вообще не страшно. Звучит, я бы даже сказала, обнадеживающе. Слава Богу, что так. По крайней мере, я это услышала. И вот вы мне как-то рассказывали, что действительно ли есть такие виды боли, от которых можно избавиться за два сеанса работы с инструктором. Есть виды боли, которые могут пройти, буквально там, поговорив с человеком. Ну, ну да, наверное, я сталкивалась с этим. Но если мы говорим о том, что все-таки были применены какие-то упражнения. Да, бывает зачастую так, что пациент не испытывает потребности в большом объеме терапии со стороны физического терапевта или там врача. Мы больше его обучаем больмодифицирующим упражнениям. И он их выполняет больше дома. Ну и фактически это выглядит, как будто за один раз все прошло. Хотя, ну, конечно, нет. Более того, ни один, в общем-то, специалист в своем уме никогда не будет считать, что это именно он, там вот его руки или там его действия, избавили пациента от боли. Нет. А человек, к счастью, достаточно регенерирующаяся система. У человека достаточно высокие возможности для самовосстановления. Да, адаптация, регенерация. Да, конечно. И по большому счету здесь вся терапия зиждется на том, что мы ищем некие точки опоры, применяя которые мы даем, скажем так, мы показываем человеку в широком смысле, не его нервной системе, а его опорным двигателям аппарату, вектор, в который можно пойти. И уже дальше, скажем так, вот эта вот вся система контроля движений, это очень сложные модели, об этом тоже очень много долго можно говорить, они начинают сами развиваться, сами восстанавливаться. Но вот эти точки опоры даются. Простейшее упражнение – убедиться, дать, показать нервной системе, что данные связки уже можно использовать, что данные мышцы уже тоже более-менее, что здесь нервы уже не так сильно поджат, можно дать осевую нагрузку полную. И потом вот прям очень быстро все проходит. Бывают ситуации, когда объем, в общем-то, длительной работы идет. Но это уже другие причины, там, просто операционное восстановление пациента. Ну, понятно. Я знаю, что у вас особое отношение к остеопатам. Вот сейчас это невероятно популярное слово. Выскажите свою точку зрения просто. Я выскажу свою личную точку зрения, то есть это личная точка зрения Самигульна Быват Рашитовича, меня, то есть. В контексте введения пациентов вот с этими болевыми синдромами, появление таких специалистов массово, как и врача-стеопаты, дает очень такой полярный результат. Первое. В принципе, это позволяет адаптировать людей к болям, снимать болевый синдром, и это дает достаточно неплохой терапевтический результат в краткосрочной перспективе, в контексте более модифицирующих мероприятий. С точки зрения того, что это стало именно врачебной специальностью, то есть это люди с высшим медицинским образованием, и они занимаются вот такими вещами, это немножко... Там объективизации практически отсутствует. И с моей точки зрения, личной точки зрения Самигульна Быват Рашитовича, это преимущественно телесный форм психотерапии, которые позволяют адаптировать или менять антиноцептивные механизмы, противоболевые механизмы, применяя рефлекторные методы стимуляции поверхностных тканей. И в какой-то степени в долгосрочной картине это обман пациента. Мое мнение, личное мнение. То есть в краткосрочном моменте это круто, это классно снимает болевой синдром, это позволяет сделать так, чтобы опорно-двигательный аппарат, нервная система могла в моменте скомпенсироваться очень хорошо. И как бы хочется сказать, а дальше? А дальше, они говорят, через месяц придешь. И в итоге человек возвращается снова в ту среду, в которую он фрустрировался, неважно, биомеханически или психоэмоционально, или химически. И как бы все на этом. Вот. А вот этот вот шаг дальше, это бы позволило им в долгосрочной перспективе восстанавливать пациента. И третий момент, или там четвертый, остеопатия на сегодняшний день немножко не так тесно находится в связке с принципами врачей естественно-научных подходов, научно-доказательной медицины, потому что я, может, я ошибаюсь, может быть, мне какие-то зрители потом отправят на почту, статьи какие-то. Я не видел статей с доказательной базой в отношении принципов остеопатии, интерпретаций их методикой феноменов. Прием у хорошего, там, разрекламированного остеопатия стоит достаточно дорого. И это совершенно прекрасно, ну, даже в вашу сторону в плюс соотносится со стоимостью услуг в центре, в котором нет подхода к краткосрочной помощи, а есть глобальный системный подход к избавлению человека от боли и к избавлению его от этой вот, ну, скажем, болячки, которая вызывает эту боль. То есть здесь дорого и временно, там тоже достаточно дорого, но навечно, ну, постоянно, пока человек будет решать сам, продолжать работать со своим телом, со своими функциями, пока он будет, ну, вот то, что называется, активно жить. Есть, как говорится, накорми человека, или дай ему удочку, но человеку, это вот из этой серии. Но в отношении вопроса о стоимости приемов остеопатов, это личное дело, как жить с каждого, это рынок, но... Ну, это я рыночную сторону знаю. Да, мое мнение, это должно стоить очень дорого. Почему? Есть понятие ритуалы. Вы имеете в виду прием у остеопата должен быть? Он должен быть стоить дорого. Должен. Потому что это входит в алгоритм ритуалов. Поясню. То есть, когда мы говорим, а я высказал столько что свое мнение, что с моей точки зрения феномен остеопатических мероприятий, это не что иное, как определенные практики телесно-ориентированной психотерапии, там обязательно должны быть ритуалы. Первое, мистические слова, непонятные вещи, непонятное вообще, что говорить, там швы черепа, пульсации, все идет, и только мы это знаем, мы своими руками ощущаем это все. Ну, понятно, да? То есть идет некий набор слов, которые, ну, если честно... Вводит человек в состояние измененного сознания. Абсолютно верно. Следующее должно быть какое-то все так полумистично, там что-то там давайте дышим, там духи туда-сюда, вот эта вся история, а это уже определенные действия. Затем должно быть очень непонятно для человека, потому что если для человека понятно, ну, не будет эффекта психотерапевтического, ему же должно быть там элемент чуда, там, да, вот эта вся история. И это должно стоить дорого, потому что это стоит дешево, а это не будет работать. Вы же понимаете? Если человек там заплатил за это 100 рублей, это же обесценивание происходит. А для длительности и стойкости результата вот такого коррекции психотелесной, скажем так, очень важно, чтобы ценность данного действия была высока для самого человека. А в чем, какой самый простой вариант? Ну, заплатил как можно дороже, там, заплатил все, значит, это дорого, это ценно. Особенно в нашем регионе. Дальше. А для тех, кто тяжело принимает новые словарные, как бы, обороты, да, новые слова в медицине, мы по... Слово кинезиотерапевт, кинезиолог принимается, нормально реагируем на него? В номенклатуре врачебной специальности я не видел таких слов. Нет. Но фактически это такая попытка объяснить, что это, наверное, это врач, ну, наверное, который активно занимается вопросами физиологии движения, движения. Ну, потому что кинезиология – это наука о движении. И врач-кинозиолог, наверное, это тот врач, который специалист по его движению. Меофасции, миофасциальный массаж. Среди определенных теоретических моделей, которые пытались объяснить позиции тела причины развития неспецифических скелетно-мышленных болей, были разные периоды. И вот мы сейчас являемся свидетелями, когда одна парадигма уходит, появляется новая. Мы как раз вот между находимся. Последняя парадигма, вот которая сейчас уходит, это парадигма того, что наше тело неразрывно, там есть фасции и так далее. Фасции – это некие среднотканные структуры, как футляр, который удерживает структуру нашего тела. И что именно некие там зажимы в этих фасциях создают какие-то вот эти изменения. И что вот именно из-за этого человека там условный перекос. Или не то, что именно, в том числе из-за этого там перекоса. И вот если ты эту фасцию каким-то, соответственно, образом, ну, не знаю, поговоришь с ней, наверное, потянешь там, механически что-то с ней сделаешь, она в этом месте зажима разойдется, и все будет хорошо. Ну, в общем-то, нет. Сам Томас Майерс не так давно написал, что, в общем-то, не процитирую смысл, дорогие друзья, фасции – это круто, клево, но вы слишком много про нее говорите, и вы немножко переоцениваете значимость фасции. Все-таки фасция имеет место быть, но она не объясняет те клинические состояния. А случилось следующее. он дал хотя бы какую-то попытку объяснить работу специалистов альтернативной медицины, массажистов, хиропрактов. Это же больше на рынок США и Европы была книга. Но сейчас это у нас уже тоже… У нас всегда задержка. Меня все время умиляют те люди, которые гонятся за сегодняшними трендами, и вы должны всегда понимать, что то, что актуально в России, это то, что когда-то, ну, особенно в Казани, это то, что было актуально 5-7 лет в Москве, и то, что было когда-то актуально 15-20 лет в США назад. И совет для начинающих специалистов, там, бизнесменов, не смотрите, что сейчас актуально. Это бред. Это уже спад волны всегда. Мы же российский рынок, мы как бы самые последние. Мы всегда отстаем, да. Посмотрите, что сейчас развивается в США. Скачайте приложение, VPN, все это же известно. И просто моделируйте это здесь. И тогда вы будете топовыми в тренде. У меня есть несколько вещей, которые я хотела озвучить в конце нашей беседы еще раз. Ну, во-первых, я считаю, что мне ужасно повезло, что вы пришли ко мне на интервью, потому что, например, я с неврологом определилась. И я рада, что это произошло. Потому что считаю, что свое тело, любимое тело, нужно доверять только квалифицированным, высококвалифицированным специалистам, в которых ты уверен. И я всех призываю к этому. Во-первых, принимать свое тело, без этого никак, да. Без этого ты будешь доверять его кого угодно, кому угодно, совершенно не думая о последствиях, когда ты свое тело принимаешь, и мы здесь уже в психологию не будем уходить дальше, то ты будешь доверять только очень квалифицированным экспертным врачам. Я думаю, что то, чем вы занимаетесь, и то, чем вы хотите, то, что вы хотите развить, вот про центры физической терапии, это, наверное, государственная программа. Это будет амбулаторный формат, медицинская реабилитация. Это тянет на государственную программу. Я бы хотела, конечно, чтобы у вас нашлись помощники, спонсоры в лице государства, лица частных инвесторов, да, потому что это дело очень-очень-очень, ну, благодарное и требующее помощи, безусловно. Все хорошее требует помощи. Очень хотелось бы этого. И я хочу сказать, что да, с помощью вас мы теперь знаем, что есть, кстати, чтобы вас найти, можно набрать в интернете фамилии, имя, отчества, и будет понятно, где можно человека найти, что есть места, есть центры медицинские, где именно так лечат, что боль проходит. И это не волшебство, там не дают таблетки, там говорят о том, что нужно работать. Да, это действительно так, это надо принять. И это безусловно. Это даже не обсуждается. Либо, ну, опять-таки, выбор за каждым человеком. Пожалуйста, можно остаться на уровне таблеток. Хочу операцию, делаю себе МРТ. Это выбор человека. И хочу жить без таблеток, готов для этого потрудиться. Этот выбор другой. И он, конечно, имеет право на жизнь. И не то, что умеет. И он самый корректный, в долгосрочной перспективе. И есть, по-моему, у вас на сайте, да, фраза такая, прощай боль, я живу без тебя. Этот лозунг может стать лозунгом к жизни каждого человека. Спасибо вам огромное за беседу, за встречу, за невероятное количество информации, новой, которую я для себя почерпнула из этого интервью. И, возможно, мы с вами еще встретимся, чтобы обсудить более подробно ваши центры, которые будут, я очень сильно надеюсь на это, будут появиться в нашем городе, в нашей республике. Это было просто великолепно. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Действительно, я очень надеюсь, что нам удастся создать амбулаторный реабилитационный центр малого формата, удастся создать в структурах ОМС особенности по тарификации. Поживем, увидим. Да, поживем, увидим. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо всем большое за внимание. До новых встреч. Хорошего вам дня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего хорошего.